Это опять появляются безымянные могилы, и никто не говорит, что с этими ребятами случилось. В 1994 году, в декабре, сформировали отряд из наших военных, из наших офицеров. Сняли с людей погоны, сказали, что у них другие фамилии, и отправили их воевать в Грозный. Через несколько дней они оказались в плену у сепаратистов. Министр обороны отказался от них, сказал, что ничего не знает про этих людей. Министр ФСБ того времени сказал, что он ничего не знает, и министр МВД тоже сказал, что ничего не знает. Все государство этих людей бросило. Григорий Алексеевич, вы не правы. С Тимбасом договорился о вас. Это неправда. Я знаю, я был на переговорах. Вы знаете, я лично, я лично, сам лично, как депутат Государственной Думы, отправился туда, Степашин сказал, что он ничего не знает, отправился туда, и забрал, предложил себя в заложники. Геннадий Андреевич знает прекрасно эту историю. Предложил себя в заложники, и благодаря этому, благодаря сидению там и в яме вместе с нашими военными, вывез оттуда семь живых ребят и двадцать гробов собрал там, нашел их там, купил их там, собрал останки наших боевых товарищей, которых сжирали собаки на улицах Грозного. И я вернул этих ребят живыми, живыми вернул этих ребят родителям ухода в государственную Думу. Это хорошо известный факт, это дороже стоит, чем вообще, говоря, все остальное, все остальные разговоры ни о чем. Вот опять повторяется, опять повторяется вся эта история. Снова появляются безымянные могилы, родителям не объяснять, что произошло. Люди участвуют в авантюрах, в авантюрах в Украине, что вообще является абсолютным и законченным позором для нашей страны воевать с Украиной. Никогда у нас не будет настоящей обороноспособности, если мы будем воевать с такими странами, как Украина.